Добрый вечер! 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 еще и ближе просквозить, то мы все можем отбросить коньки под совершенно в одночасье. И это, наверное, старый анекдот, когда больная говорит, доктор, скажите, я могу умереть, а доктор говорит, а как же? И это совершенно и правда. Сейчас речь пойдет об одном из мифов 21 века, речь о мифе о глобальном потеплении. Почему я имею в виду слово миф? Потому что автором этого мифа является известным политическим деятелем Соединенных Штатов Америки. не прошедшим президентом, но полностью ферментировавшую эту утрату своей активности в другом направлении, Альберт Корн, который в 2007 году совершенно напугал весь мир, выпустив фильм «Двухчасовой» я его видел в Калифорнии и книгу «Все это называется неудобная правда», где предупредил человечество о том, что вы на данной гибели, потому что грядет глобальное потепление. Отчего оно грядет? Грядет, мы отрезаем парниковые эффекты. Что такое парниковые эффекты? Шведский ученый Саванта Рейнглс в начале 19 века, у Саванта Рейнглс, ну вот как парник устроен, да, вы его покрываете стеклом, раны, и солнечные лучи проходят сквозь стекло, нагревают землю, а теплый пар, который идет от земли, это стекло никогда не пускает, и поэтому все нагревается, получается, гиблиза, парник и так далее. Значит, предполагается, что углерод, который выбрасывается в атмосферу, в результате, так сказать, промышленной деятельности из труб, заводов, как вы бы говорили и так далее, газ СО2, он, значит, накапливаясь в верхних слоях, в нижних слоях атмосферы, это тропосфера, он является краном, поэтому когда Солнце нагревает землю, то, значит, тепло конвективный перенос уходит туда, и все, и привет, и дальше все это нагревается, и грядет глобальное потепление, а от него будут большие неприятности. Какие? Ну, вы, ну, может, кто-то из вас видит кинофильм «Послезавтра», совершенно страшная вещь, да? Ну, это значит, что? Ну, во-первых, поднимется уже, да, ну, растают, растают ледники в горах, в Альпах, значит, растают ледники в Гренландии, растают ледники в Гималайях, вся вода один раз пресная лежит в океаны и обратно не вернется, зато уровень мирового океана поднимется на 6 метров, затопит все прибрежные города, от Питера до Лондона, до Нью-Йорка и так далее и тому подобное, от того, что водой будут покрыты сквали рек, начнутся чудовищные эпидемические заболевания, и все мы умрем от средневековых болезней, которые снова к нам вернутся, и наконец начнется мировая война за пресную воду, которой не Сталин ни на каких континентах. И все мы, то есть мы человечество, все помрем. И что надо делать? Значит, это все было обнародово, это все было поддержано панической прессой, это ни разу не имело никакого научного подтверждения на уровне научной экспертизы, зато сразу попала высшая чиновничая структура, мы ругаем наших чиновников, наших бюрократов, но это не наши, это международный чиновничий аппарат. Это чиновничий аппарат организации объединенных наций. И тут же перепуганные главы правительств несколько лет в нотации Америки Киота и подписали международные соглашения, ограничивающие выброс углеродного атмосферы. Более того, значит, при мне у меня было в Австралии, там горы лежали в разные страны, а Австралия живет очень во многом на экспорт угля. У них там огромная запрещают и так далее. И да, ну и, конечно же, на этом запрете на этих конвенциях тратится, да, в Штатах, я был в Штатах, там введена для детей дисциплина с начальных классов, глобальная патемия, как с ним бороться. Президенты всех стран собираются вместе, чтобы предупредить, что делать, если уровень океана поднимется на 6 метров. А ничего не надо, уже против этого не попрешь, не с какой техникой, да. Вот. И вот это все нагнетается, нагнетается, паническое настроение, что глобальное потепление, глобальное потепление, и что все мы, значит, погибнем скоро, да. Вот. Но есть разные точки зрения. Давайте сделаем так. Значит, мы сейчас с вами посмотрим фильм, мой как бы научно-популярный. Это один из 134 фильмов, которые в свое время прошли, кто-то их видел, по телеканалу Культуры. У меня вышла серия научно-популярных фильмов под общим названием «Атланты в поисках истины». Истины никогда не нашли. Вот. Значит, вот посмотрим этот фильм, потом я отвечу на вопросы и прокомментирую какие-то, наиболее, такие вещи, интересные вещи отношения глобального потепления, да. Вот. Ну и… А второе деле будет перерыв. Тут, кстати, есть мой фильм. Я вот вижу здесь божественное лицо Александра Шишкина. Я обещал вам один из этих фильмов подарить, я это сделаю. Вот. Перерыв. Но есть еще и второй фильм. Это огромный сериал, тоже 34 серии. По книге моих воспоминаний. Это огромная работа там. Делаю ее 6 лет. И, ну, так сказать, если кто-то, не дай выход, фильм не видел и так далее, очень советую его приобрести, потому что там все в этом флаконе. Вся моя жизнь с 39 года начинает. Все мои экспедиции, блокады, война, все на свете. Уникальная хроника там есть. Начиная от моего детства, там есть подписание Папты Молотова, Феребетрок, хроника совместный советско-фашистский парад 39-го года в Бресте, хроника, значит, гулаговские страшные хроники советских лагерей, хроника плавания моих на Брозенштерна под парусами и так далее. И прочее, и прочее, и прочее. История авторской песни. Это огромная экспопедия всей этой жизни, схватившая огромный период и огромную территорию. Вот. Ну, собственно, вот это я уже сказал. Давайте посмотрим фильм. После чего, ну, тут будут два микрофона, мы можем их, если бы носить микрофоны, если будут вопросы, я попытаюсь на них ответить по части глобального потепления, а второе отземление уже не нашли. Так. Спасибо. Смотрим фильм. Спасибо. Спасибо. Скоро-скоро придут холода от границы полярного круга, и не станет цветов и травы, но курорт и вчера в широте. Без тобой он, наверное, тогда навстречать мы не сможем друг друга, потому что друг друга умы не сумеют узнать темноте. Так уже странный человек, что все, что он веет вокруг себя сегодня, кажется ему надежным и долговечным. Посмотрите, вдруг расколот, снег, зима. Совсем недавно было тепло, и газеты, и другие средства массовой информации, буквально забудили нас, что грядет потепление, потепление, что будет катастрофа, все растает, а сейчас кажется, что наоборот будет похолодание. Так вот, что же ожидает человечество в недалеком будущем? Потепление или похолодание? Это тема нашего следующего разговора. За несколько зимних ночей северное Балтийское, Норвежское и Баленцево моря замерзнет. Ни одно судно не сможет увезти несчастных северян в южные края. Ни один самолет не взлетится в леденевших и занесенных снегом аэродромах. В ледниковую зиму холод погубит миллионы англичан и финнов, немцев и поляков, ну и, конечно же, жители Северной и Центральной России, Белоруссии, Урала. Достанется и Северным штатам США. Но кто не погибнет от мороза, умрет от голода. Вот такой сценарий климатического апокалипсиса. Я отопнулся в Северной Апокалипсисе в интернете. Программа автора все это произойдет на Земле примерно через 50 лет, и в телехрониках южных стран будут, как диком, как Азачпиллер, гранатейс, например, торчащие из-под снега, или Лондонский, Бен-Бен, Стелки, Меченовый, Мельший и Лед. Все это напоминает известный американский блок Паскер послезагр. Но давайте разберемся, грозит ли нам новое леденение. Новое леденение, сами понимаете, это образование льда. Причем оно может идти двумя путями. С одной стороны, за счет замерзания воды, потому что не морской воды. Загрустованы в результате накопления огромных масс снега, которые сначала оплотняются и постепенно превращаются в лед. Возникают снежники, ледники, как в горах это происходит. И надо сказать, что когда скорость таяния снега и льда значительно меньше, чем скорость их образования, возникают огромные ледовые панцири на поверхности нашей планеты, так называемые ледники. Такие эпизоды неоднократно посвящались в геологической истории нашей Земли. Вот современная карта. Все названия вам хорошо известны. Но знаете ли вы, что когда-то эти территории были покрыты льдом? Ледниковый покров, имевший среднюю толщину не менее двух километров, расползался из района Гудзонова залива и занимал всю Восточную Канаду, Новую Англию, часть Среднего Запада. Лед покрывал часть Аляски, всю Западную Канаду, большие площади штатов Вашингтон, Айдаху-Монтана. В Европе ледяной покров, двигавшийся из центров Скандиналии, Шотландии и на Арктическом шельфе, распространялся на основную площадь Британских островов, Данию, Север-Герландии, Польши и России. Ледниковая шапка, возникшая вольт, покрывала всю Швейцарию, а также части Австрии, Италии, Франции. У нас, конечно, тогда резинение охватывало только высокоборную часть континентов, которые были приближены к полярным областям. Океаны тогда не загрязали. Первые океаны загрязаны только в Кайнозоры. Это связано было с тем, что Солнце в большем мире освещается, бывает, на квадриарных зонах. И в меньшей степени полярных. А океаны тогда были в аквадриарных зонах. Сейчас нам трудно, конечно, представить леденение Африки. Но когда-то Африка сама, благодаря трех континентов, бывала в приполярных районах, скажем, около 400 миллионов лет тому назад. И тогда было леденение и Африки, и Австралии, и Южная Америка, например. Быстрая планета была третья, а первый теплый безледниковый этап – древние трех миллиардов лет. Примерно два миллиарда лет назад начались короткие эпизодические орезинения. И только миллиард лет назад примерно орезинения начали повторяться. Сейчас удалось установить эту периодичность. Она близка к 150 миллионам лет. Это вот максимум маленьких дней, которые происходят через 150 миллионов лет. Частота оледенения связана с разбитием самой земли, с разбитием внутренних оболочек земли. Есть основания думать, что в дальнейшем роли оледенение будет возрастать. Но что построены люди, что когда за окном летит, мы считаем, что глобальное похолодание, а когда рвёт дождь, мы считаем, что идёт глобальное потепление. Боимся мы того и другого. Сейчас мы обережаем период совершенно необычный. Потепление, которого не было в самом деле у древних царств в Египетске. У нас, конечно, первые пять тысяч лет в чайщике истории были довольно тёплые. Потом началось похолодание в конце средних веков. Это было мало-дневниковый период. Вот во время этого периода было много удивительных вещей. На два-три месяца замерзал Босфор, на крючках катались в районе Венецианской лагуны и по льду возили там товары. И удивительное, с учётом уже дела, замерзание Нилу Венцандрии в 1829 и 1111 годах. Невероятно холодный 1695 год обошёлся в Европе сотни тысяч человеческих жизней. Ну и в России мы с вами помним правление Бориса Гудонова несчастное, когда в 1600-е, в 1601-е, в 2-3-е годы были сплошнями урожая, потому что Москва река замерзла в августе, снег упадал всё время, ненарод и голодание было по всей русской земле, и, конечно, полетела правительство Бориса Гудонова. В чём же причина ореденения, которые охватывали нашу планету в самые разные геологические периоды? Какова их природа? На этот счёт существует разные точки зрения. Во-первых, что ищут научные обоснования об изменении теплового облучения со стороны Солнца, так называемой инсоляции. Считают также, что на это влияют изменения оси вращения Земли относительно среднего положения, так называемые рецессии оси вращения Земли. Можно искать причину в андогенном теплее, который имеет две формы переноса. Одно — это в кондуктивный теплоперенос, нагреваемые осветные слои нашей планеты, и в кондуктивный, но, в частности, в организм. Очень интересная титуция представляет Николай Михайлович Чумаков. Дело в том, что, по моим представлениям, причиной единения являются усиление эксплозивного вулканизма. Это хорошо известно из истории, что крупные извержения вулканические, которые на память человеку происходили, запыляли, засоряли астротосферу и пылью. Но ещё главное — группа кислородных серы, которые превращались в уменьшающие капельки серой кислоты, и тем самым они гранировали Землю. Уменьшалась солнечная радиация. Серия таких извержений, типа Каркатауа, знаменитого, она могла приводить к началу олегенения. Олегенение — не результат извержения одного отельного вулкана, это результат массового вулканизма, длительный период, когда выбрасывается огромное количество пепла в атмосферу. Идниковые щиты имеют одну способность. Они появившись раз, не только сохраняются, но сами себя поддерживают, а ещё и расширяются. Так как резко падает количество тепла, которое доходит до поверхности Земли, они отражают большую часть тепла, которая приходит от Солнца. Творяется отельника белая, поэтому она очень отражает хорошо солнечные ручьи. Климат ухудшается в вулканизм, что зависит от развития внутренних оболочек в Земле. Когда меняется режим вулканизма, что зависит от развития внутренних оболочек в Земле, когда меняется и переходит на другое вулканизмы, вот тогда кончаются они вулканизмы. Вот такую причину резинения выдает доктор геолога генераловича Церанова Николая Чумаков. Однако возникают противоречия. Например, известно, что самый тёплый период был в костном изозоре примерно 80 лет назад. Но именно тогда на поверхности Земли была максимально вулканическая деятельность, когда всё должно быть наоборот. Но именно с того времени у нас идёт потихоньку сколзание температуры, идёт похолодание. Сейчас температура Земли поделилась примерно на 3 градуса. Надо сказать, что у профессора слоеверующаяся ревтина сошли совершенно на точку зрения на причине резинения и связывает он их не столько с вулканической деятельностью, сколько с изменением атмосферного давления. Бактерии поглощают азот в воздух. В результате давления воздуха уменьшается. Раз уменьшается давление воздуха, снижается температура. Вот суть. Процессы будут продолжаться и дальше. До тех пор, пока метаболизм вот этих азотоглощающих бактерий будет способен извлекать азот из воздуха. Но этот уровень, который благоприятен для бактерий, вовсе может быть неблагоприятным для высших существ, в том числе и для нас с вами. За время жизни Земли содержание азотовой атмосферы уменьшилось примерно наполовину. А мы знаем из теории парникового эффекта, что чем ниже давление атмосферы, тем холодная поверхность из воздуха. А чем-то с этим и связано вообще по холодам. Позовая спина очень интересный график из двух частей. В верхней части – это теоретический расчет температур на поверхности Земли, значит, по ординатию у нас температуры, а по абсциссии – это премиум миллиардов лет. А внизу то же самое. Здесь четвертый расчет – это теоретический оборачивание Олеговича Царатины. А внизу – это геологические данные о ориентилиях по Николе Михайловичу Маку. Они хорошо между собой коррелируют. Так вот, я хочу сказать, что вот там, где ноль, это сегодняшний день. И мы видим, что там небольшая печетка, повышение температуры, но дальше идет понижение температуры, надо обратить довольно суровое оледенение. Странно наслаждать оледенение, когда первый января вместо снега на себя бьется дождь. Но это посолодание идет не равномерно, а с пульсацией. То немножечко теплее, то немножечко холоднее. Но общий тренд, как говорят, для направления движения климата идет в сторону похолодания. Поэтому мы вправе ожидать, что через несколько тысяч лет наступит новый ледниковый период, и он будет значительно более суровый, чем предыдущий. Сегодня ледники на Земле занимают около десяти процентов всей ее поверхности. То есть десять процентов суши и покрыты ледами. И они, что называются, ледны. У него это вообще очень интересный материал. Ледники обладают одной характерной особенностью. Это не кристаллические материалы. Они как бы застывшие жизни, если попроще сказать. Они всегда декут. Они никогда не остаются неподвижными. Они пластичны, как лепешка, да, вот какая-то вот из теста, жидкого теста лепешка, которая сейчас сползает. Сползает сверху вниз, сползает под действием других каких-то динамичных нагрузок. Одних отказываются айсберги. В этом, конечно, опасность их перемещения. Но тоже мы знаем, что в том регионе Земли такие же ледники существовали миллион лет назад. Но любой дождик или житель сельской местности может вспомнить, что между полями всегда можно найти тучи камней. И колорец не вся можно вылить, потому что мешает огромной волны. На каждой обломке могут остаться следы того, что его переносил лед. Это штрихи, истирание, царапание, как шкуркой, в течение тысяч лет стирает. Он образует грани с характерными штриховками. Это очень хорошо разлучено на примере современных ледников, недавних ледников. И мы находим таким исследованием древних. В этом оставшемся следам, ученые, как сыщики под печатком пальце, оценивают факты из прошлой жизни Земли. Холодно, однако. По неволе вспоминается последнее в истории нашей планеты крупное леденение, которое было примерно 50-80 тысяч лет назад. Образился огромный ледник, центр которого находился на скандинавском полуострове. Он расползался на юг, юго-восток, юго-запад. И вот эта вся лодка с подмосковью, конечно, была их захвачена. Огромные силы, ледовый массив шел вперед. Это все на своем пути. Он расслабил скалы. Огромные крещеры волонов в мелких камней, которые мы находим в подмосковье и под Санкт-Петербург, в Время-святых, там, на Карельском перешейке, так называемые волонные лодшафты. Это все результат деятельности этого огромного ледника. Важный свидетель событий не сам лед. У меня две составляющие. Это водородки и сторон. Они имеют изотопы. Если осадки и сторонки одинаков, то его изотопы зависит от тех условий, температуры, когда образовалась эта вода. Чем теплее, тем больше изотопы. Чем холоднее, тем меньше. Но самое интересное, это древняя атмосфера. В одну, когда закрывается урастется живой воздух, живой состав газа, который был на нашей планете сто пять тысяч лет назад. Мы получаем ту самую атмосферу, ту методу, тоже никаких нету домыслов. Мы просто разберем либо расставим, либо есть более тонкий способ его разрушения. Когда больно выходит, он собирается проверить и сменяется его состав. Я сказал, что в нем было углекислого газа. Совсем есть только не столько сколько сегодня. Мы получим кривую содержание углекислого газа и металла, который говорит о том, что было в те годы. Эта кривая вполне соответствует температурной кривой. Чем теплее, больше газа, чем холоднее, тем меньше. Все очень просто. В Сиренцарстве безкрайниваем там, от зависит, дорогая подруга, на звенящих полоте скользя. В теплом сердце меня забереги. Ведь с тобой, возможно, тогда послышать не сможем друг друга, потому что услышать нельзя тихий год целует бургинь. Человек был сник на планете примерно миллион лет назад, где-то на грани ледникового периода. И он был очень быстрее развиваться. Проблемо говоря, он только начал ходить на двух ногах, а зачастую было еще бурно. И у вас там все холоднее и холоднее. Подавился огонь, чтобы согреваться. Начали строить жилища. Смотрели кое-какой одежды. Первые люди отступали к югу, но жили около ледников. Питали, кстати, мамонтами, которые жили тоже около ледников. Многие считают, что ледниковый период был положительным на сковоре человечества. Некоторые ученые считают, что и гомо сапиенс, то есть мы с вами, появился именно благодаря этим оледенениям и миграции из теплых краев Африки, скажем, первобытного человека в более полярных районах. Понимаете, в Африке там легко добывать себе пищу. А на севере нужно постараться это сделать. Люди, находящиеся в экстремальных условиях, у них все побуждения, связанные с добычей пищи и сохранением собственной жизни, выливают более сильные. Причем не только физически более сильные, но и умственно более сильные. Изменение температуры на поверхности Земли, пищи достаточно, так сказать, неустойчивые. Картосрочные изменения это погода, а более длиннопередные это климат. И вот сегодня, например, в целом, у нас наблюдаются некоторые похолодания в полярных гостях и существенное потепление в имеренных гостях. Какие процессы с ним связаны? Первый процесс. Ледники действительно очень сильно воздействуют к дирельефу. Делали его, как бы немножко неверируют, для нас честно и красиво. Но другое очень важное следствие от изменения дней, это уровень мирового океана. Дело в том, что вода, которая падает ледники и смерзает их, а нажмется из океана. Процесс этот описательная слогика. Все довольно просто. Из океана испаряется влага, превращается в облака. Облака идут в более холодные районы, где выпадает снег и образуются ледники. В длинниковой эпохе уровень океана полежался до 120 метров. Чем грозит нам поднижение уровня океана? Всякое изменение требует приспособления к новым условиям. Если уровень океана будет поднижаться, то вот освобождаться новая площадь, и не в том, что они будут удобны для хозяйства. И воспитание, как бы менталитет в союзе, что вот я живу на море, а теперь я ближу мою. И вы не думали. А я не привык. Очень яркий пример орау нашу. Я его дизайнер снимался. Когда оно начало отступать, то там просто весь образ жизни появился. Болезни появились, масса всего. Там огромные проблемы. Святое просто с отступанием в уровень моря. Надо сказать, что две трети населения Земли живет в прибрежных даемах. На них море не просто прежь, а вся жизнь. Право в течение двадцатого века уровень океана поднялся на восемнадцать сантиметров. Как часть воды приходит из ледников, которые раньше в ледниках. И это уничтожает массу воды в океане. По счастью, Антарктида сейчас не дает, не уменьшается в размерах Антарктиды. Может быть, даже увеличивается. И это сдерживает рост океана. Потому что тут антарктида начнут отрушаться. Вот это уже опасность к статистическому. Действительно, именно поведение ледников Антарктиды играет определяющую роль в балансе уровней мирового океана. В последнее время появились тревожные сообщения о том, что от краев Антарктиды начали как боткаловаться Айсберге. Если, не дай бог, их дентарктиды начнут интенсивно таять, то это грозит затопление целого ряда европейских и американских городов от Нью-Йорка до Санкт-Петербурга. И, конечно, катастрофы в таких районах, как Бангладеш, например. Могу сказать, чтобы утешить наших зрителей, что одиннадцать лет назад на нашей планете началась последняя ледниковая эпоха, которая называется Голоцен. Одиннадцать лет назад температура стала повышаться и максимум достигла примерно пять-шесть тысяч лет назад. Но Земля-то было значительно теплее, чем сейчас, и, соответственно, было меньше ледников. Потом температура начала прижаться, и возьмем, получается, жена в конце голоса. У вас только в том, когда наступит ли возвышение. Значит, вступает новое, летниковое эпоха. И вопрос в том, что все-таки должно человечество обучить, и не должно. Безусловно, сейчас у нас другая эпоха, как вот мы сейчас боимся, что как бы не было слишком тепло, как бы не было море, но все-таки в сознании людей должно быть заложено. И вот это вот самая мысль, что все-таки все-таки грядет похолодание безусловно. Леденение – это часть его лица Земли. Причем, когда на Земле есть ледники, то состояние Земли неустойчиво. Они перемещают, цветают и так далее. А устойчиво состояние, когда нет ледников на поверхности Земли, но возникают какие-то ситуации, когда Земля может быть полностью подлетворена. И что же произойдет в будущем? Не ставьте так, что вечером было жарко, а утром проснулся с кем? Как известно, в месте Галища, где работают в физике на море, а в Сахаре снега не в проворот, это в кадре физики на море, а в катере шарик наоборот. Я думаю, что нет. Дело в том, что средние годовые показатели климатические – это очень устойчивая величина. Средние годовые величины вычисляются для отрезков времени в несколько десятков лет. 40 лет. Вот когда мы говорим, умеренный поезд, там, субполярный поезд, субтропический, эквазериальный поезд, мы имеем в виду вот эти средние годовые температуры, главным образом. И они настолько устойчивы, что на памяти человечества они меняются в очень малых пределах. Уже помятый малолетниковый период, с 13-го до 18-го века, но ничего особо не нарушилось, ход цивилизации не нарушился, зато временоброд возросла новая литература, музыка, техника, выставление и огромные города. Для начала следующего оледенения потребуется достаточно много времени, внезапно ничего не произойдет. Однако существует и альтернативная точка зрения, которая возвращает нас и все по сценарию описанному в начале фильма. А сейчас похолодание общее будет продолжаться, значит, вот локальное потепление, если оно и существует, должно в ближайшем будущем кончиться, может быть даже до 2010-го года или 2010-го года, и начнется новое похолодание. Но и на запуску последний главный вопрос. Если оледенения повторялись неоднократно в эскории земли, означает ли это, что и в будущем нам грозят оледенения. Вот тут, к сожалению, мне, наших зрителей, утешить нечем. Ученые единоношны в этом мире. Нам грозят новые оледенения, гораздо более сходовые и продолжительные, чем виновавшие. Поэтому надо к ним готовиться. Над землей от снега в голубой Закружится полярная пьюга, Будет зимняя ночь без конца, А весна не придет никогда. И тогда вероятно с тобой Олюбить манесы можно друг друга, Потому что зимой сердца Замерзают, как в речке вода. Вот такая существует противоположная точка зрения на будущей нашей планеты. Ну, сейчас немножко разберемся, что же такое глобальное потепление, от чего оно зависит вообще. Но сначала, ну, давайте я несколько слов скажу, а потом отвечу на вопрос. Дело в том, что, на самом деле, глобальное потепление существует, и сейчас оно существует у нас с вами. Поскольку в истории нашей планеты периоды глобального потепления, как было показано на одной диаграмме ушедшего из жизни в свое время Олегович Сараксина, они периодически меняются с двумя гармониками, с двумя периодами. Там сотни тысяч лет и более мелкие гармоники. Причем зависит это. От чего вообще зависит? Во-первых, сразу, значит, поставим точку на объем. Влияет ли человек на глобальное объединение или на глобальное потепление. Как подтверждает этот город, человек от науки бесконечно далеки. От чего оно зависит? Я все вспоминаю, как где-то еще помоложе, лет двадцать тому назад, у меня есть несколько книг научных, посвященных дрейфу континентов. Там, техторика, плит и так далее. И я на военном корабле, плавая в советские времена в Атлантике, читал до личного состава научно-популярные лекции от дрейфа континентов. После лекции, значит, ко мне пришел замполит и говорит, Александр Алексеевич, а вот скажите, мы можем научиться управлять движением континентов? Я говорю, простите, кто это мы? Как? Кто? Партии правительства? Конечно. Я говорю, ну что вы у вас встречи? Ну что вы? Это благоприятные процессы? Это человечество не может это делать. Это природные процессы. Плохая у вас наука должна научиться. Вот примерно то же самое происходит и с влиянием человека на глобальное потепление. Глобальное потепление было и будет. Скажем, мезозой там. Хранится раннего белого 7-6 миллионов лет назад. Был мезозой, на земле было тепло. И не только мезозой. А скажем, в 12 веке, когда европейцы впервые прибыли в Гренландию, эта земля, теперь покрытая ледниками, была зеленая, и поэтому и назрели Гренландию. И таких колебаний, и таких смен периодов. А еще никакой промышленности не было вообще и в Павине. То же самое было и в конце 17 века. Тоже особой промышленности не было. Потому что промышленный переворот, который вы с вами проходили в школе, при Ангар-Крайде и прочее, это сейчас 18 века и так далее и тому подобное. То есть глобальное потепление и глобальное похолодание и ледниковые периоды, они меняются в определенный период. От чего это зависит? Но есть два источника тепла. Это экзогенный источник тепла, идущий извне нашей планеты, и эндогенный, это балконический гидный и ситоген. Главным является, конечно, солнечное облучение. Дело в том, что мы с вами наимно полагаем, что Земля вращается вокруг Солнца, как и другие планеты нашей системы. Это не так. И Земля, и все планеты Солнечной системы, и само Солнце вращается вокруг центра тяжести нашей системы, что они одно и то же. И все это в связи с сложного гравитационного взаимодействия между планетами с разной массой, в том числе огромный, как Уран, Нептун, оно меняется во время. И от этого зависит расстояние между Землей и Солнцем. А именно это расстояние является главной причиной потепления и похолодания, когда оно меняется. Первое. Второе. Солнечная активность. Третье. Когда на Земле образуются ледники и покрывается значительную часть Земли, то отрезами альбета, то есть отражательная способность поверхности, белый, блестящий, белый свет, приводит к тому, что солнечный случай не поглощается, а отражается. И от этого правильно было сказать, что все холоднее и холоднее, а ледники рождают новые ледники. И наоборот. Есть еще разные вещи. Это азотсодержащие бактерии, которые приводят к тому, что падает давление в атмосфере. А если падает давление в атмосфере, то будет похолодание. Что касается человека, то, во-первых, исторический анализ показывает, что никакого влияния не было человека, когда он был без помощи, когда его вообще не было. А во-вторых, оценки показывают, что вся промышленность выброса природы из животных на Земле составляет не более 1% от общего количества природы в атмосфере и в тропосфере, потому что посчитано, что зеркало мирового океана, четыре пятых поверхностей нашей планеты, выбрасывает у природы ежегодно, потом забирают обороты в 100 раз больше, чем вся промышленность в месяцах. И эти процессы есть и будут. Кроме этого, там Олимпин Горг, там я видел фильм, он там на ферме очень поднимается с табуретки, с указкой в руках. И вот видите, вырос углерод, и сразу температура пошла вверх в атмосферу. А все наоборот. Это чистое жутчество, потому что не температура повышается от содержания углерода, а содержание углерода в тропосфере повышается при повышении температуры. Намеренно перепутаны причины и следствия. И так на каждом как бы шагу. Мораль всей планеты такова. Мы сейчас здесь, находимся в связи с расстоянием между землами. Да, и вторая причина – это прицессия Земли относительно оси ее вращения. Она прицессирует, например, на 18 градусов. И получается, что там северное полушарие ближе к Солнцу, южное. Какое различие? Тем не менее, скажем, вот сейчас, действительно, Арктика очистилась тогда. В Арктике потеплее. А в Антарктиде, как говорил Владимир Котляков, один из самых меньших в мире полярных исследователей, там, наоборот, наращивается. Хотя нам отрывается антикет, общая мощность этого покров увеличивается. И это прекрасно, потому что Антарктида – самое большое собрание, так сказать, запасы пресной воды, там пресные ледники. И хватит человечества еще на много веков вперед. Так что, общий вывод таков, что, первое, что нам с вами ничего не грозит, никакое повышение уровня мирового океана, никакие страшинки. И второе, что не следовало нашей стране подписывать киотские соглашения. И, кстати, американцы, где все это началось, не подписали. Они имеют считать доллары. Они собираются тратить миллионы долларов на пустую борьбу с медленными мельницами. Вот. Ну, и кроме того, как говорится, что русского здорового-то не обсовредит. Значальная часть территории нашей страны покрыта вечной грязотой. Если эти грязотства начинают таять, то освободительство почвы, которые можно было бы использовать для народного хозяйства. Другое дело, что там не очень здорово, другое дело, что там на соображенных территориях идут выбросы метана и базарьковый эффект, но там тоже может быть нефти, если говорить. Вот. Поэтому это все очень неоднозначно. В заключении, прежде всего, отвечает, вопрос еще сказать, что нас все время пугает. Вот глобальное потепление, ничего такого не будет. К сожалению, наши зрители обычно любят, когда их пугают. Знаете, когда ребенок заболел, вызывают врача, говорят, что, да что вы там, дайте ему там не знаю чего-то. И все про это дело. Вы, наверное, плохой врач. Плохой врач. Шутки изогревали. Надо называть другого, который его будет пугать. Не надо называть другого, не надо пугать. Все будет нормально. Никакого глобального потепления у нас одна с вами пока что не будет. Кроме того, надо иметь в виду, что СО2, углерод, углекислый газ в атмосфере уплевает в общение плодородности почвы и, вообще говоря, эффективности сельского хозяйства. Это не загрязнение, это не ртусь, и так далее, и прочее. Вот. А вот такая точка зрения существует по глобальному потеплению. Это одна точка зрения. Есть противоположная точка зрения, которую, так сказать, вам будут рассказывать другие ученые. Может, гораздо более санитные чаяния. Например, я, можно говорить, недруг, академик Российской академии наук, в прошлом директор на институте критики атмосферы, замечает ученый князь Горильцев, Георгий Сергеевич, который является одним из крупнейших князь Горильцев. А вот академик Кадыков, который только что говорил, не менее советный ученый, он против глобального потепления. И, так сказать, сейчас это уже ведется дискуссия на более-менее научном уровне. Но чиновники еще не всякого научного основания все это устроили. А самое-то удивительное, что за эту идею Альберт Мур получил Нобелевскую премию, что, говорит, не в пользу компетентности Восгородного Нобелевского Комитета по Нобелевскому они будут поторопились и следуют за эту армию Нобелевскую премию. В частности, один из, так сказать, соратников забыл, например, в галентийской Альберта Вора мне сказал еще в 2007 году, что через три года все летники Гималаева растают. Прошло уже пять лет, они полную летают и вообще не собираются. Вот такая история. Пожалуйста, если есть вопросы, я попытаюсь ответить. девушки принесли микрофоны и мы с вами сможем. Да? понятно. Да, десять baj. Часа важный кабель. А так, aspirations. То, что происходило в 2010 году, когда, ну, сами видели, аномальная жара, муссировалось вопрос о каком-то климатическом оружии и так далее. А вот, да-да-да, вот спасибо. Хороший вопрос. Я сам видел по телевизору выступление генерала, о том, что американцы используют секретное оружие для того, что специально совершил жару в России и его убийство. Также он же говорил о том, что, значит, что-то там такое, а не все это от них, это их хозы. Вот, я знаю, можно совершенно точно сказать, что это никакие... Да, что они через наш стульник сбили сейчас там, где-то что-то. Да? Вот, это не так. И мы занимались, мы этим сбилимом был посвящен возможности использования урагана как оружие, климатического оружия. Это очень практически невозможно. Были такие секретные разработки и у нас, я бы не ездил с магов там, и у них, но у нас-то было еще там, что-то не представлено, да? Вот, это пока что сделать невозможно. Поэтому никакого отношения к жаре. Нет, кстати, во время этой же времени все, например, глобальное потепление. Но жара-то была. В России, и я вам скажу, почему это была жара-то, интересно, что обычно ведь у нас что, у нас антициклон, высокое давление, а потом циклон, низкое давление, туда идет, значит, смещаются массы воздуха, приносят дожди, там, погладали и прочее. Что стало? В Арктике началось потепление, расстояли в Арктике, теплые слои ушли вверх, теплые, ну, по закону конвенции. Холодное, мы сидим вниз, и там-то стало несколько холоднее, в Европе, а у нас область высокого давления циклоды не могли достичь никак. У нас вот он стоял максимум жуткий, с жарой, у нас стоял два месяца, и никуда не девался, что еще подогревалось в пожарах. Вот что будет длительным летом? Я не буду надеяться, что этого, может быть, и не будет. Но, во всяком случае, это чисто локальное явление. То же европочные дожди, в Африке выпадал снег, то есть в глобальном масштабе никакого потепления не было. А локальное потепление в север на северах у нас было, и сейчас еще остаются, но через примерно 10-15 лет, насколько я понимаю, у нас будет холодно. Вот то, что говорят наши уважаемые коллеги. Это не будет то жуткое похолодание среднеками, но будет вот как было в начале 17 века, когда действительно. А, кстати, откуда мы знаем, что было похолодание в начале 17 века? Ведь это сказать нам спасибо англичанам. Английское адмиралтейство, оно именило в обязательство всем своим послам в европейских странах, еще от Елизаветы Английской, конец 16 века, что, значит, каждый день мерить температуру воздуха в той стране, где ты находишься. И они собрали удивительные документы, то есть 17 века имеем во всей Европе, значит, точный каталог температуры. По этим данным мы судим, что в 1061 году Голландия замерзла. Смотрите картины Петра Бреева старшего, мало голландцев, перечитайте «Серебряные коньки», да? Что, действительно, Москва замерзла, что пойду во себе товары в Венесу. И, кстати, это имело огромные политические следствия. Например, как мы знаем, в это время в Голландии шла голландская революция. И в это время есть Филипп Второй, и испанская империя, и пехота, и вообще войска Филиппа Второго, мы полностью задавили этим, это Геозеф, читайте Терену Шпилин, и, как бы, задавили им повстанцы. Но тут начались холода, ударили морозы, и теплолюбивые испанцы пробежали, значит, из Голландии, как немцы, с 1941 года в Москве. И победил при Царанске, победила Голландская революция, в 1905-1909 годах. А на Руси-то было еще интереснее, немножко. Дело в том, что Москва-река в 1901 году замерзла на Яблочный Спас. Когда у нас Яблочный Спас? И у нас, и у Англии, после этого другого реча календаря. В 1902 году то же самое. В 1903 то же самое. По всей Московии. Недород, мор, борезни, импала, провинция, борис, продумала. Вот это истинная причина смутного времени, на самом деле. Так что такие, а в 1941 год, как это все, эти эгутерианы, эти все немецкие начальники, говорили, это нас победил, нас победил Генерал Мороз. Они не ожидают Генерал Мороза в 1941 году. И, конечно, проиграли эту компанию в 1941 году. Это тоже всегда играет какой-то определенный уровень. Пожалуйста, опросы, да? Пожалуйста. А, еще, да, сейчас. Сейчас я вам тоже, да? Вопрос-то, прежде чем задать ее, если позволите, я сейчас немножко просто добавлю. В Москве мало кто знает, что в 1950 году, когда у нас в Казахстане была в США, я с Югой, или в Ставре, у нас было холоднее. И если бы вы хотели действительно нас победить, то сожгли бы поля, и ничего, было бы и есть потом в России. А вдруг был прекрасный враг. Так что это прекрасно. У вас это где, скажите? Ставре. Ставре. Северный Кавказ. У нас даже было прохладнее, чем на Казахстане. Да, совершенно точно. Ставра, дорогой. У меня вопрос такой. Есть теория Сыбородкина по поводу дегазации метров. И согласно этой теории, кедро земли не железное, а состоит из железокетрана. И периодически водород выделяется, за счет чего идет и расширение земли, и водород скапливается. В основном образуется именно зона водорода от Антарктиды. Потому что, согласно его идее, там сходятся все тектонические разломы. Он идет вокруг Антарктиды. И радиальная асфальция, по-миндзям, извините, заботием. Вот. И именно из этого у меня вопрос такой. Что вы можете по этому поводу сказать? И проводились ли в ваших экспедициях какие-нибудь измерения, чтобы можно было подтвердить, чтобы проверить. Понимаете, какая штука? Тут тепло, наверное. Значит, из чего застоять земное ядро, я не знаю. Потому что, судите, о составе глубинных негр земли, вы можете только по сейсмологии. То есть, по скорости... А у меня выплеск откуда? По-моему, в... Выплеск откуда? Из ядра? Не выплеск, а уровень выхода водорода из трещин. Из каких трещин? Конкретно. Ну, я, прежде всего, понимаете, на... Ну, в личной земле не расширяется, это все фигня. Я это могу сказать совершенно определенно, потому что я, много лет, занимался полеаморитными исследованиями и, значит, дрейфом континентов. И мы рассчитываем на скорость движения континентов и, скорее, от определенного радиуса Земли. Если бы он рос, у нас бы оставались изъяющие... То есть, на протяжении фоноразвоя, то есть, беремене явной жизнью на Земле, 3070 миллионов лет, ничего такого не было. Да и раньше ничего такого не было. Вот. Так что, где расширяешь Земли, я считаю, что это, так сказать, я считаю, что это утопия, да? Второе. Какие-то такие радиальные разломы в антарктиде, где они расходятся. Я хорошо... Тектоника на меня списаетесь, я на моем руке. Вот. Понимаете? Я знаю хорошо, где такие разломы на Земле, а там что-то распорное. И никакого отношения к антарктиде вообще ни в них имеют. Поэтому мне это удивительно слышать. Так что, ну, пока что мне это кажется, как бы, не очень же я, честно говоря. Ну, надо смотреть. Пожалуйста. Вот фильм «Космонти история» в ледниковых периодах и нам показывали Европу, Америку, возможно, южное полушарие, Антарктида. Вот исследования больших уголей в Европе, известно, там, за последние 100 тысяч лет, было 4 лет на полу-периода, там, по террасам лета отслеживают, датируют достаточно точно. Наверное, чуть похуже, но достаточно хорошая Северная Америка изучена. Не знаю, значит, Антарктида, есть какие-то косвенные сведения, что когда-то Антарктида была без альдов. Вот, что там касательно самого юга Южной Америки, там, Южной Африки, не знаю. Может быть, вы подскажете. Но вот, что интересно, если сведения, они симфатные, эти события, вот, например, оледенение Европы и оледенение Северной Америки, точно вот повторяют эти, что они симфатные? Или, может быть, они как раз в противофазе? Я к чему клоню, что не было, может быть, такого оледенения всей шапки, да? А пятно они, говорят, пятно смещало, то сюда, то сюда, а потом опять сюда. Вот на эту тему можно. Да. У меня представляется, ну, во-первых, почему Северная Америка Европа, потому что изучим? Потому что веками же мы видели, что-то изучили. В то время как уже в Южном Африки таких точек изучения было просто меньше, потому что в исковедении, извините, другая история. Теперь, как мы можем судить о том, где были оледенения в то время, когда оледенение было на Земле? Есть определенные типы, так сказать, отложения, называемые тимбиты. То есть тимбиты – это обломки валунов, то есть, были оледенения, и остатки древних мерзлых пород, значит, оболонелся. И что вот по этим тимбитам восстанавливаются леденные шапки в других частях земного шара. И складывается впечатление, что действительно это была не глобальная похолода, хотя были периоды подвижения, а они имели региональный характер. А вот сейчас что происходит? Смотрите, вот как же вы говорите, Арктика очистилась тогда, там все тает и так далее, а вот Арктизм наращивается и в его округе зачет. Таким образом, можно предполагать, что все-таки это не глобально. А или вот, например, этот самый, тут недавно мне приходилось комментировать, всемирный поток. Но был ли он в себе? Не был, конечно. Не был, конечно. Потому что Аравинский полуостров, где там все эти три потопа, первый потоп, так сказать, который там был, вот, второй потоп библейский, но это потоп первого Вавиланский, третий, древлеонов потоп, они все происходили как бы вот на этой, примерно, территории. А что за территория? Посмотрите, Аравинский полуостров, плоскотина сплошная. И там даже небольшой подъем воды, катастрофа. Поганя-дарарата, они догреблили, буткнули, значит, и так далее. Так что, можно сказать, вполне реально. Потому что это справедливое замечание. Пожалуйста. В школе учился давно, плохо помню, но, по-моему, ось Земли повернута на 22 градуса. Давайте, пожалуйста, микрофон, я не слышу. Микрофон далеко, я постараюсь погромче. Давайте. Насколько помню, из школьного курса, ось Земли повернута на 22 градуса относительно плоскости. А вы сказали, что она на 18 префисирует. Это немного? Один момент, сейчас скажу. Согласно модели космоса, значит, Земля префисирует относительно, ось вращения Земли, префисирует относительно ее среднего положения. Вот. Значит, максимальное отклонение, и, кстати, магнитный полис, потому что по целенапрестковлению магнитный полис аппроксимируется с осью магнитного диполя, которая совпадает с осью вращения Земли. И потом, когда мы говорим о том, что магнитный полис совместился, вот сейчас там, что, тескать, суматру, затрясло и там цунами, потому что все, ось Земли совместился 90 градусов, или магнитный полис совместился, это не так, он не смещается. И вот Земли действительно префисирует относительно среднего своего положения, как показывает действия модель космоса, математическая, напряжение 100 тысяч лет, а она занимает среднее положение. А максимальное отклонение, вероятно, могут быть до 18 градусов. Например, сейчас магнитное склонение 18 градусов, 8 магнитного диполя, отклоняется от осью вращения Земли. Но не будет. Но не будет. Пожалуйста. Сейчас просто, ну такие научные силы работают на подлоге, да? Скажите, почему больше, несмотря на спорты, на всякие теории, математические модели, не дается предсказать прогноз погоды? А вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что я не синоптик, я геомитик, а я тут встречался с руководством комитета по гидрометеопредсказания, они мне сказали, что они могут предсказать погоду только до детей. И не более того, там так вот странно это делать, что дальше они не виноваты. Это самая хорошая информация. А есть хуже вещи. Они не виноваты. У меня один из фильмов назывался, кто-то может его видел, можно ли предсказать землетрясение, или нельзя, насколько это промысел Божий. У меня там священник спорит, как кандидат Георгия наук, священник спорит с крупнейшими учеными России. Маститы из физики земли, из института ученых, академиками. И они яростно доказывают, как они могут предсказать землетрясение. А в результате оказалось, что они не могут, не умеют. Мы это человечество, и не только Россия нищая, где мы все свои сейсмологические станции расхитили, и там из-за нищеты не платят зарплаты, и там нет у нас фактических станций на Бринске, Костроварке, на Скориня, где опасный озор. Все свои опасные. Но и такие страны, как Япония, которые на этом зубы проели. А смотрите, что с Кусином произошло. И в жительцах нет ни за Кусином. Тоже и в штатах. Потому что мы знаем где примерно, но не знаем когда. И не скоро еще будет знать. И в этом проблеме не может происходить. Я говорю, достаточно несколько часов, чтобы людей вывезли с нами опасного района. Правда, чтобы горы ушли и так далее. До сих пор этого нет. К сожалению, это не нужно. Но науки пока заберут. А чего уж это надо ждать. Так, пожалуйста. Уважаемый гороскоп. Да. Дайте вопрос. Вопрос следующий. Вы его коротенько боком поснулись. По данным последнего десятилетия, магнитное поле Земли уменьшило свою напряженность, изменило частоту пульсации. Ну и есть предположение, что может измениться полярность полюсов магнитных Земли. Вот по вашим данным, это может и каким образом, катастрофически или никоим образом не повлияет как на геофизические всякие процессы, так и на биологические процессы? Спасибо. Мы не знаем, как изменяет магнитное поле, но мы знаем, что оно меняет знак. Причем не блуждает по поверхности его шаг, а просто где был плюс, там минус и наоборот. И довольно быстро. Значит, процесс перемены знака занимает, это уже измеренные дела, это уже медицинский факт, от 20 до 40 тысяч лет. Это копейки на весах мировой истории, но для нас это большая цифра. А в чем скратно? Магнитное поле имеет напряженность определенную, сейчас 5,6 керстей. Значит, магнит-полезь, в котором поле очень запреносят картонку, там опирки, они не хаотичны, а магнит подносят, они по словам линиям убрали магнит. Вот мы убираем магнит. Это магнитное поле, оно опрекционируется в первом приближении оси магнитного диполя, имеет соответствующую структуру. И оно образует экземагнитосферу. Эта магнитосфера является магнитным щитом нашей планеты. Если убрать на 20 тысяч лет, будет беда. Потому что к Земле со страшной скоростью, грубо говоря, несется заряженной частицей от Солнца, когда эти взрывы солнечных локтаваций, которые носят красивое название «Солнечный ветер». Ничего красивого у них на самом деле нет. Эта потопка заряженных частиц, которые убивают всю живую местную пути. Доходя до границы магнитосферы, она заряжена электричеством. Они обтекают ее, не могут провести магнитное поле и уходят в коровую пространство. Теперь выключаем магнитное поле, и Земля остается без магнитного щита. А вся эта дрянь достигает, как она на Земле, начинает возникать. Кроме того, атмосфера, она держится и оносферой, заряженной частицей. Заряженные частицы уходят, потому что магнитное поле выключается. И отличаются зияния типа азоновые нори только очень большие. И все эти потоки вещества плюс гамма и излучения из космоса достигают поверхность Земли, и тут начинается уже апокатексис. И тогда жизнь будет сохраниться только в глубинах океана, потому что, как мы знаем с вами, уже 3-4 метра воды гасит нам и излучение, либо в глубинах пещеры, бактерии, наверное, будет с вами к океанурусь. И вот поэтому инверсии в магнитном поле вещь опасна. Действительно, я по данным Канадской обсерватории, это я так считаю, мои коллеги гораздо более сведущие магнитно-творечим я, хотя их осталось, по-моему, в России 1-2, они считают, что, так сказать, с этим не связано. Но, например, почему погибли в одночасье погибли все Яши 67 миллионов лет назад? Это официальное действие, что метеориты падали на Землю, и от этого они погибли. Почему-то метеориты стали падать на Землю одновременно во всех полушариях. Это очень странно. Вот. Кстати, хорошо, что они погибли. Если бы они не погибли, они бы нас съели. Потому что они были психические, хорошие говорят. Но, значит, получается, что... И я не просто так это говорю, а делал докладом. Есть статья, делал доклад в Харварде, у нас в семинаре. Потому что время инверсии магнитного поля, которое известно нам, в смыслах и точность, совпадает с временем максимальной биологической катастрофы на поверхности Земли, которые тоже еще и в результате. Вот, это неприятно. Значит, если оно понижается, это плохо. Но вот только что вчера я пришла сказать у другого коллеги, у Бролея Проховича Щербакова, очень крупного физика, который посчитал, что возникнуть ближайшие инверсии магнитного поля, которые раньше, через тысячу лет. Перед этим было 130 лет назад, крупная инверсия. А маленькие перевороты, я не знаю, будут ли они влевые, будут ли они влевые. Даже еще сказать не буду. Это говорит доктору, я могу уберечь от этого? Так, пожалуйста, еще один вопрос. Александр Алексеевич, вопрос относительно небольшого, но серьезного похолодания. Вот я к этому хотел как раз вернуться. Вот вы привели пример, как в 2007 году товарищи, коре-компания сделали прогноз на три года, и он не оправдался. Нет, а он не на три года. Он и сейчас подтверждает, что дальше так еще, что все будет. Да, но мы только что видели фильм, в котором был прогноз на 2010 год. Это был фильм 2005 года, правильно? Фильм? Его фильм? Нет, ваш. Мой 2010. Пятый. Так, пятый прогноз? Пятый, да? Так, и на таких же наших собраниях с вашими лекциями, вы в те времена тоже рассказывали, что в 2010-2012 году мы уже можем что-то увидеть, похолодание. И в 2010-2012 году я только как-то очень вспоминал, как вы это рассказывали. Это вы вспоминали о Москве. А вот если бы вы поехали в Новосибирск, например, где я не мог донести в этом году к памятнику Высоцкому, было минус 56 градусов, небывалые морозы, и очень устойчивые, надо сказать, которые у них не было уже, наверное, 50 или 100 лет. Это вот, понимаете, то, что я говорю, когда у нас с вами идет дождь, потепление, когда у нас с вами холод, мы верим в похолодание. Так что речь идет не о глобальном похолодании, а о европейском и азиатском, о Евразии. Нет, ну это понятно, но тем не менее, это струна. Но правильно ли я понимаю, что это все означает, что на самом деле никто правды и не знает, и может быть они правы, может быть правы. Нет, то, что они, они это кто? Альберт Гор? Ну, не прав. По той причине, что нет никакой модели, даже нет модели, что якобы парниковый эффект вызывает потепление, это тоже неправильно. А у нас есть теоретический расчет, есть научное обоснование, и, кстати, американцы сейчас обратились к теме нового правительства, почему они не подписали Киеванское соглашение. Все определяется тем, есть научное обоснование или нет, или только политика. А то, что мы с вами, так сказать, сегодня мы верим, потому что жарко, потепление, а завтра похолодание, это не совсем право. Сейчас действительно, как правило сказал Сарактин, мы на последнем пике глобального потепления. И самое главное. Вот это все такое. А так, вы молодой, вы еще увидите, я отпову, а вы через раз в лет сможете меня обречать. Так, что это будет за относительно небольшое, но тем не менее похолодание, то есть что мы-то все замежем в бетонных коробках? Нет. Ну, вот посмотрите, я же привожу к примеру начала 17 века, когда ни техники не было, ни нефти, ничего такого, ни электричества, но были политические неприятности в Европе, для испанцев, в Москве и для царя Бориса. Но в целом человечество выжило, ничего страшного не произошло. Были более суровый климат, но на несколько градусов по низ температура зимняя. И, кстати, сказать, раскачивается маянник, но чем холоднее зима, тем теплее получается лето, но лето получается засушки, у них короткое. Поэтому одно связано с другим. Никакой катастрофы, которая красит горы, что выберет человечество и прочее, не будет, будет на счет я наставил. Это очень важно. Можно я вас сказать? Да, пожалуйста. Можно я задавал? Ну, я вот здесь, по сравнению со всей аудиторией, что это дремучит такое в этой теме, вот. Но вот, когда вы подводили резюме после фильма, я уловила, вот, первым пунктом вы назвали, что самое главное, вот, в изменении всех, вот, всех этих вот гребетей, то, что вот меняется расстояние между Землей и Солнцем. И реактивность Солнца. Вот. И вот это вот, я об этом, в общем-то, ничего не знала, я, конечно, я знаю Солнцем, дремучит, поэтому, если можно, еще немножечко вот об этом скажите, что сейчас происходит. Мы приближаемся к Солнцу, удаляемся. Сейчас мы удаляемся как будто, сейчас мы как будто удаляемся. Вот там есть эти кривые, которые были, они повторяются. Вот по этой кривой, там есть положение точки сегодня, мы удаляемся, но, так сказать, тоже не катастрофично. А, как правильно сказал Чумаков, большие удаления от Солнца, они, это где-то через полгода тысячи лет, может быть, серьезные летниковые периоды. То есть, все очень медленно происходит. Будет медленно и тихо. Ничего не еще, в ближайшее межсевете нам ничего не грозит. Кроме того, что мы сами все были страны. Понятно. Но это, как бы, это будет самое главное. Ну, это главное, да. Потому что, например, мы будем... Никакого апокалипсиса и конца света не будет. Если не дурманет нас метеорит, никто не гарантирует. Если не поверяется напряженность магнитного поля, я думаю, что не поверяется, вот, авторитетные товарищи говорят. А вообще, мы же с вами, понимаете, мы в таком, мы живем в таком температурном диапазоне, при таких условиях, когда вот шабрил, шабрил, мы все замеремся. Поэтому земля вести еще жизнью, и мы сейчас думаем, что где-то уже он еще, но пока доказательств этого нет. Это еще удивительное сочетание случайностей, что мы вообще живем. И надо думать о том, что сохранить человечество, а не о том, чтобы резать друг друга там. Вот по этому поводу у меня еще второй вопрос, такой немного речи, можно сказать. Фильм заканчивался песней, вот, почему зимой сердца замерзают? Почему зимой сердца замерзают? Ну, это я... Речка холодная. Ну, это я, понимаете, это уже ответственность в области эмоций. Вот, да. Если хотите, я вам объясняю. Это наблюдение такое и в вашей, и в вашей жизни. Нет, как бы, в рябке наблюдений нет. Это образ. Не надо понимать эту тему. А в жизни тоже. Да. Спасибо. Да. Мы сегодня говорим о том, что у нас есть данные о том, что были моменты похолодания, климатического потепления. Но на чем мы основываемся? Мы основываемся на данных по конкретной местности. Вот тут померили, тут даже нет данных по общему состоянию климата на всей планете, допустим. На всей планете нет. Вот это, как вы говорили, не меряется. С 17 веки не изменяется. Совершенно верно, о чем говорю. Вот если мы сейчас посмотрим, то, что происходит сегодня, да? В одном регионе у нас идет жара, в другом регионе, вот, вот недавно у нас Африку засыпало снег. Сверху, да. Я хочу вот что спросить. Может быть, не стоит вопрос ставить так, что это глобальное потепление везде? А это правильно не стоит. Может быть, вопрос ставить так, что будет нестабильность климата? А нестабильность есть. Вот именно вот в этом отношении. Вы правильно говорите. Так и нестабильность, но вор-то не так считает. Вор считает, что... Ну, все понятно. А в мое мнение, что вы совершенно правы. Все это теряем. Так, вы включаете в горы. Пожалуйста. Так, есть еще желающие? Есть, да, давайте. Александр Алексеевич. Да. Да. Чувствую глобальное потепление было бы душевное, да? Что? Было бы душевное. Глобальное потепление? Нет, было бы душевное потепление, а глобальное не живет. А, да. Душевное потепление, это хорошо, ну, конечно. С этим у нас проблемы, да. Да, это правильно. Тут не надо, чтобы я не говорю. Глобальное потепление. Вы понимаете, что Российская Академия естественного, да? РАЕН. Понимаете, я к РАЕНу, я сейчас, к сожалению, как бы это сказать, приостановил свою шлянскую воду и газету. Ну, что же мы можем сказать. Я не обтуда интернет, к сожалению, не исключил этот человек, вместе с которым я не хотел бы на ней находиться. Вот. К РАЕНу я отношусь. Ну, общественная организация, много приличных людей. Но когда Сталин было принимать уже, кого попало, по политическим соображениям, я чувствую, что невозможно находиться в этих редакциях с этими выдающимися человеками. Потому что меня в Ленинграде, в моем родном и так далее, мне не стыдно ли вам, что Лодная Академия с тем-то, тем-то и тем-то. Я не буду называть их фамилией. Стыдно. Я из меня вышел. Я и давай прописаны. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, пожалуйста. Александр Алексеевич, а вот в целом земля, как система, устойчива? Конечно. То есть с отрицательной связью? Или может произойти такое событие, что она стоит положительной? В целом, понимаете, ну, как считать, в каких масштабах период? Через 600 миллиардов лет она должна сгореть. Полоценка астрофизиков, Шкловского и так далее. Когда резко возрастет активность Солнца, по их расчетам, и так далее. Но это я не так считаю. Что считать социал данным процессом? В пределах наших жизней, даже в пределах фонарозоя, то есть миллиарды лет, устойчив, нам с вами хватит. А в целом, наверное, нет, но мы не знаем, что это значит, что будет поздно. Все эти гипотезы возникновения Вселенной, которые со скоростью взрыва там разлетаются, это все, газополевое облако, это все, конечно, в принципе, неустойчиво, но на относительном отрезке нашем слое нам хватит. Пока скачет. Все зависит, как говорят, вы проконяли департные участки производства, да? Вот это от граничных слоев. Да, да. Хотелось бы выяснить, что влияет на отступление ледников за 40 лет? Километр ледника, это очень много. Это очень много. Ну вот на отступление ледников, да, влияет прежде всего то, о чем я и говорил. Это орал влияет? А? Пропажа орала или региональное мелкое потепление? Нет, нет, никакие не региональные. Я думаю, что влияет на более-менее инсолякции, солнечное обмечение, прежде всего. Тем более, что никакого явного алкализма там вроде нет, современного, да? Значит, только это. Хотя алкализм тоже может менять. Вот один, этот дурацкий лукас, не произносил название, не сладкий, в котором маленький лукасчик, всего ничего. А закрыл небо, 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 и нарушил жар. Вот местные считают, что именно пропажа орала влияет на сопротивление. Ну, жара, ну, правильно, они правильно считают. Правильно. Спасибо. Еще. Так. Ну что, нам вопросы ответили. Давайте мы сейчас... С прошедшим отображением. Спасибо, мужик. Давайте мы сейчас с вами на второй пятницу прерыв, диски, книги, там все это. Я там всем, после второго деления, все подпишу. Второе деление будет литературно-мудрщество. Да, если вы не возражаете? Спасибо. Спасибо, да. По второму делению, вот уже, по-моему, что мы записываем. Только мы, что мы с радостью ответим на любые, которые мы делали, и выполним необходимые заявки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ